добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о авторитете моральном авторитете отца и призвание прошлой капли мы говорили о том что призвание невозможно найти его можно только лишь получить и сегодня я хотел бы поговорить вот о чем каждый из нас он тяготеет к исполнению собственных желаний мы мы люди которые постоянно стремятся делать то что нам кажется справедливым опираясь на нашу систему координат нашу систему ценностей и наш некий опыт который сформировался благодаря нашим каким-то жизненным встречам ситуациям учителям наставникам и так далее но вопрос вот в чем состоит если мы с вами не попытаемся отказаться от собственного мнения отказаться от собственных мировоззренческих каких-то вот вещей то мы скорее всего останемся глухими и слепыми в отношении того что ожидает от нас господь вообще тема посвящения богу она достаточно она является таким достаточно тонким льдом по которому очень сложно ходить особенно толпами очень важно понять что успех особенно верующих людей абсолютно во всех сферах в том числе и в отцовстве о котором мы сегодня говорим зависит от того насколько мы с вами смогли сумели смирить себя и посвятить себя богу насколько мы подчинили свои интересы свое мышление свой опыт тому что говорит и ожидает от нас господь поэтому мне кажется важным уделить вот эти несколько минут тому чтобы поговорить о посвящении если мы хотим быть вот теми ли целеустремленными людьми которые успешны как отцы успешны как наставники а я не могу разделить эти понятия отец и наставник потому что мне кажется что это абсолютно тождественные вещи нам необходимо смирение перед богом нам необходим вот этот отказ от собственного я хочу напомнить одно место писания любовь божья это павел пишет первом послании коринфянам он говорит любовь божья объемлет тех кто рассуждает так если один умер за всех кто и все умерли чтобы жить уже не для себя но для того кто умер и воскрес вот знаете вот это парадигма вот это вот система это единственная верная система для любого абсолютно любого христианина на пути познания своего призвания если он умер за наши грехи если он пострадал для того чтобы мы были живы то стоит ли не стоит ли нам принять похожее решение смириться отказавшись от собственных каких-то вещей для того чтобы познать волю божью для нашей жизни итак вы не можете познать понять кто мы в боге каково наше призвание без совершенно четкого откровенного и радикального отказа от собственной жизни в пользу жизни в бой